Добрый день, меня зовут Парцкаладзе Сандро, я приехал из города Алушты, являюсь в очередителе молодежной организации. В данном случае, я вот только сегодня приехал в Киев, сложилась очень такая серьезная ситуация в Крыму. Народ еще этого не осознает, и серьезность, которая происходит у нас сейчас в стране, народ Крыма, к сожалению, это еще не понимает. Они думают, что Россия пришла, российские войска пришли в Крым освобождать от какого-то мифического врага, который большинство крымчан сами себе создали. Как я считаю, что в данный момент крымчанам угрозы никакой нет со стороны крымских татар, а также со стороны жителей Западной Украины. Хотелось бы, чтобы крымчане были дружнее и нацменьшинства, и также и как россияне, и украинцы, и крымские татары поддерживали друг друга, и были сплоченным народом. Это сейчас нужно нашей стране как никогда. Хотелось бы также сказать, что сейчас со стороны Кремля очень серьезное давление оказывается на войска, которые сейчас стоят на стороне Украины. Хотелось бы поддержать этих людей, этих военных, чтобы они держались в той тяжелый момент для нашего государства. Также крымчане, научитесь думать, научитесь размышлять о том, что сейчас угроза со стороны Москвы, не со стороны Западной Украины, не со стороны бандеровцев, как вы их там называете, не со стороны крымских татар. Угрозы никакой нет. Сейчас нужно объединиться, сейчас нужно отстаивать нашу целостность Украины, сейчас нужно сохранять каждый регион. Смотрю также, наблюдая в местах массовой информации, что также на юго-восточный регион Украины начинаются такие же российские провокации, также начинаются захваты государственных учреждений. Также в СМИ публично уже дана информация, что приезжают российские граждане Российской Федерации, так же, как это было в Крыму, и начинают там устраивать митинги, потом присоединяются люди, те, которые пророссийские, те, которые держат курс на Россию. Как мне кажется, с Россией мы не будем. Сейчас вопрос ставится, чтобы расколоть Украину на две части. Юго-восточная, в которую также будет входить Крым, и останется центральная и западная Украина. Юго-восточная, хотелось бы еще раз повторить, не нужно допускать этого. Мы жили в целом, в богатом и самом большом государстве Европы, и давайте продолжать жить в нем дальше. Давайте строить нашу государство заново, с чистого листа, чтобы не было у нас коррупции, как это сейчас в Грузии происходит. Чтобы бюджетный контроль и прозрачность было распределение бюджетных средств, чтобы мы так же это контролировали, чтобы была доступная информация для каждого гражданина, который интересуется распределением и растратой бюджетных средств. Украинцы, держитесь плечом к плечу, объединяйтесь. Симбро, скажи еще, пожалуйста, какая вообще позиция молодой? Чи молодь в Крыму хочет? Вона пророссийская в основном? Ну, как я считаю, сознательная часть молодежи, она понимает серьезность того происходящего и понимает, что сейчас нужно сохранить целостность Украины, что сейчас Украине нужно спокойствие, что сейчас нам не нужна война, что сейчас нужно сохранить то, что у нас было. И то, что было, усовершенствовать, очищать, делать полную иллюстрацию власти, чтобы во власть приходила молодежь, и чтобы было все прозрачно и чисто. Есть часть молодежи, значительная часть, которая придерживается российского курса и считает, что, возможно, Крым войдет в состав России. Но, как по мне, это невозможно. Скажи, какая пропорция людей, те, которые хотели бы вступить Крым в Россию в объединение, и те, которые хотели бы, чтобы он оставался в России? Ну, как ни печально это звучит, не хотелось бы сейчас, конечно, чтобы так было на самом деле. Но большая часть крымчан, мне кажется, все-таки хотят, чтобы сейчас Крым вошел в Россию. А как ты рассчитываешься? Свидомый их выбор? Чи это через дезинформацию? Нет, это несознательный их выбор. Они сейчас выполняют роль пятой колонны России. И хотелось бы, чтобы они очнулись, одумались, что сейчас происходит. И делали сознательный выбор, а не бессознательный. Потому что то, что мы слышали, когда наш корреспондент стримал звездом, она задавала людям вопросы, но когда начинаются более-менш глубокие вопросы, они не могут подповести. Да, я согласен полностью, что люди поверхностно водеют ситуации. И многие даже, я вот сейчас, когда дали срок, узнал, что через средства массовой информации, узнал также от киевлян, что дали срок украинской армии сдать добровольное оружие до пяти часов утра, я был в шоке. Я начал обзванивать всех своих друзей, крымчан. Также начал звонить своей маме. И они не верят этому, они не понимают, что на самом деле происходит. Они думают, что Россия пришла освобождать Крым. От кого освобождать, люди? Очнитесь. Осознавайте, что сейчас реально происходит. Что происходит интервенция, что происходит вторжение российских войск на территорию независимого государства. Сейчас не Советский Союз, сейчас нет такого, что русские войска могут свободно передвигаться по чужому государству. Мы самодостаточное отдельное государство. У нас есть своя армия, которая, я думаю, что не допустит этого. Браво, спасибо тебе. Я очень рад, что ты приехал. Потому что вчера мы говорили с коллективом снимальным, что очень хорошо было, как бы кто-то из общественной организации, из молодой, крымской, хотя бы там встретиться, чтобы найти контакты. Я только сам это высыпаю. Большое тебе спасибо. Спасибо и вам. Мы из Крыма, да?